Привет всем, меня зовут Алексей Калашников, это программа ВОЗБЛОГ, информатор о жизни высшей школы округа. Прямо сейчас мы расскажем вам, чем живет студенческое братство региона. Садитесь поудобнее, будет интересно. Поехали! Представитель из КФУ вошел в число лучших молодых ученых Ставропольского края. Директор Центра биотехнологического инжиниринга ВУЗа Георгий Анисимов стал лауреатом премии губернатора в области науки и инноваций. Всего пять представителей ВУЗов и научных учреждений края удостоились этой чести. Георгий Анисимов оказался среди лучших не только за научные разработки для пищевой промышленности, но и за проект Центра биотехнологического инжиниринга, созданного при СКФУ. Визитная карточка ставропольских ученых – биомороженое. Мороженое есть в магазинах, его можно попробовать. Оно очень полезно. Содержит в себе пробиотик, цедофильную палочку и пребиотик лактулозу. То есть, в принципе, для тех, кто не любит кисломолочные продукты, например, кефир, это может быть такой сладкой альтернативой. Студенты из КФУ взялись за лопаты. В годовщине Дня Победы ребята подарили Ставрополю новую аллею. Активисты вуза высадили рябины и платаны на улице Даваторцев вблизи ее пересечения с улицей 45-я параллель. Средства на покупку саженцев ребята собирали сами. Сегодня достаточно много людей приехало посадить эту аллею. Тем самым мы хотели бы отдать дань уважения всем ветеранам, которые защищали нас в Великую Отечественную войну в преддверии 71-й годовщины Победы. И, наверное, нашему любимому городу сделать его еще более красивым, зеленым. Ребята обещают ухаживать за аллеей и регулярно устраивать здесь субботники. Но помимо высадки деревьев запланированы и другие мероприятия к Дню Победы. Так в преддверии праздника состоится восхождение на гору Биштау со стометровой георгиевской лентой и масштабная патриотическая акция в Парке Победы Краевого Центра. Маленький вечер больших чудес. В Эскайфу прошел концерт единственной в крае студии иллюзионной драматургии «Иллюзионер» в роли фокусников – студенты Федерального университета. За два года работы студии в ее репертуаре появилось 40 номеров. На суд зрителей представили самые яркие из них. Летающие предметы, таинственные исчезновения и даже чтение мыслей. Чудес в этот вечер было действительно много. Этот концерт, он включает в себя максимально нестандартные номера. То есть на самом деле мы даже какой-то любой классический фокус, мы пытались его сделать и показать максимально нестандартно. Ну в принципе я думаю, что наверное вам это понравилось. Юмор, яркие образы, непередаваемое ощущение чуда, а еще активная работа с залом. Вот непременные атрибуты практически каждого выступления студентов-иллюзионистов. Впереди у студии новые проекты. Артисты обещают вскоре порадовать всех новыми завораживающими фокусами и трюками. Университетская наука региону. В СКФУ уже вторую неделю проходит ежегодная научно-практическая конференция с таким названием. Ученые ВУЗа представляют свои инновационные проекты и разработки. Так биотехнологи рассказали, как сохранить красоту и здоровье на долгие годы. Смотрим. Здоровье в тарелке. Еда может быть профилактикой многих заболеваний, уверены ученые СКФУ. Здесь в стенах ВУЗа разрабатываются уникальные продукты здорового питания. Они не только вкусные, но еще и очень полезные. Так в этой лаборатории, созданной совместно с чехами, активно используются новейшие мембранные технологии. Они позволяют перерабатывать молочную сыворотку, воздействуя на нее электромагнитным полем. Получаемая сыворотка на производстве очень плохо в дальнейшем применяется, потому что соль меняет, мешает и кислота. Вот с помощью электромембранного процесса электродиализа мы можем удалить и соли, и кислоту. Ничего не внося, никаких химероактивов, ничего. Переработанную сыворотку включают затем в состав молока, мороженого, мясных, хлебобулочных изделий, детского и спортивного питания. И продукты становятся полезнее за счет сывороточных белков, не уступающих по биологической ценности белкам в яйцах. Технологии, разработанные учеными из КФУ, уже применяются в Германии, Нидерландах, Чехии, Аргентине, Индии, Белоруссии, Казахстане и других странах. Но на этом ученые ВУЗа не останавливаются. Мы создали технологию совместно с молочным комбинатом Ставропольский, где концентрирование идет молочных белков, молочного белка, повышается содержание белка в молоке. Как только оно повысилось, из него сразу легко получать сыры высокого качества, творог, то есть высокобелковые продукты. Привычные продукты ученые обогащают витаминами и минеральными веществами. Так, этот хлеб и булочки внешне ничем не примечательны. Но 100 граммов такой выпечки заменяют 100 граммов говяжьего мяса или 600 миллилитров молока. Эти булочки обогащены белками, железом, кальцием и йодом, что особенно важно для нашего региона. А еще в них содержится лактулоза. За разработку технологии ее получения ученые из КФУ удостоены премии правительства России в области науки и техники. Это уникальный углевод женского молока, который стимулирует развитие нормальной кишечной микрофлоры человека. Причем его рекомендуется вводить в питание не только детей, но и взрослых, и пожилых людей. Поэтому это такой универсальный функциональный ингредиент, который приемлем для использования практически во всех пищевых продуктах. На прилавках магазинов и в столовых вуза уже давно можно увидеть молоко с лактулозой. На очереди каши быстрого приготовления. Если есть такие продукты регулярно, то надолго сохранишь здоровье, силу и красоту. К тому же останешься активным до 80-90 лет, обещают ученые. А сейчас время наших студенческих экспертов из мира социальных сетей. Вы, как всегда, публикуете фотографии с хэштегом «СКФУ» «Так держать». А мы выбираем самые оригинальные и интересные из них. Итак, тройка лидеров на этой неделе. Кто-то любит играть в футбол, баскетбол, кто-то предпочитает компьютерные игры. А вот студенты Института экономики и управления играют вот в такие экономические игры. Уверен, что это было интересно. И за эту фотографию пользователь Галинда Марш получает первое место. На следующей фотографии, помимо отметки «СКФУ», есть еще и хэштег «Друзья». Берите примеры, дружите, несмотря ни на что, как это получается у героев этого фото. Бронза сегодня уходит к Людмиле Кирюхиной. Вот так нужно отдыхать от тяжелых будней. Спокойствие и только спокойствие. Надеюсь, что девушки успели расслабиться, насладиться прекрасной природой и постичь дзен. На этом все. Если вы хотите увидеть себя в телевизионном эфире, то делитесь фотографиями с хэштегом «СКФУ». Этот выпуск и еще много полезной информации вы всегда сможете найти на официальном сайте ВУЗа. Школьники, я все еще жду вас. Пишите мне на адрес visitsobaka.ncfu.ru. И я проведу для вас экскурсию по Федеральному университету. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова